Вступление Кырестана в Евразии было обусторлено объективной такой необходимостью, поскольку мы страна, которая не имеет общих границ, не имеет выхода к морю. Мы страна, которая находится в самом центре, наверное, Центральной Азии сегодня. И в силу этого мы нуждались очень в таких тесных экономических связях со странами, с которыми мы традиционно имели диалог экономический. И поскольку в 2015 году мы, повторю, сознательно сделали выбор и вступили в Евразийский экономический союз, мы рассматриваем это интеграционное объединение не как клуб политический. Это в первую очередь для нас экономический клуб, это как раз объединение, в которое больше решает экономические проблемы. И мы, естественно, от этого, так сказать, получили очень много преференций. Ну, во-первых, надо сказать о том, что страна получила помощь от Российской Федерации, был создан Киргизско-Российский фонд, значит, куда Россия вложила немалые средства, порядка 500 миллионов долларов. На сегодня Киргизско-Российский фонд развития работает у нас в республике и финансирует очень много проектов, экономических, подчеркиваю, проектов, на территориях Киргизской республики. Но самый, наверное, большой плюс мы получили от того, что порядка миллиона, это в разговоре, так сказать, наших соотечественников сегодня находятся на территории Российской Федерации, но по официальным данным Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел России, 632 тысячи наших граждан сегодня находятся в Российской Федерации, это наши граждане, которые в поисках заработка сегодня работают по всей территории России. И вот наши граждане получили наиболее, так сказать, большие преференции по сравнению с гражданами других стран, то есть наряду с гражданами Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Армении, они, так сказать, освобождены сегодня от того, чтобы покупать патент, от сдачи экзаменов по русскому языку и истории Российской Федерации. Они освобождены от получения разрешения на работу, что значительно облегчило их пребывание на территории Российской Федерации. Я хочу сказать здесь два слова о том, что мы, наверное, одна из немногих стран на постсоветском постранстве, в нашем регионе, которые ввели достаточно давно еще русский язык в Конституцию нашей страны. И у нас в Конституции русский язык прописан как официальный язык, в силу этого наши граждане более подготовлены и знают русский язык, традиции, менталитет, культуру, и в силу этого им легче находить работу здесь. И, конечно, хочу сказать о том, что наши граждане никак в начале 90-х годов где-то вот на черной такой вот работе, знаете, не квалифицированы. Сегодня наши граждане в большинстве своем работают в сервисных таких вот, в сфере сервиса и в отелях, ресторанах, в супермаркетах и так далее. Все это за счет знания хорошего русского языка. Когда в прошлом году развернулась дискуссия о том, что могут ли граждане других государств работать в России по своим национальным водительским удостоверениям, надо сказать, что российская сторона пошла нам навстречу, и наши граждане сегодня работают по своим национальным правам. Не это ли большой плюс, не это ли шаг хороший со стороны Российской Федерации? Поэтому мы очень благодарны за такие вещи, мы очень благодарны за те действия, которые российская сторона сегодня предоставляет для страны в целом, для ее граждан, находящихся на территории России.